приветствую здравствуйте меня зовут артем я доничанин из киева как вас зовут откуда вы геннадий зовут есть калининграда о чем здесь разговариваете геннадий я разговариваю о том обо всем у вас какие то есть вопросы ну я разговариваю обычно об отношениях стран мои собеседника мне интересно мнение россиян о том вот как они думают о том почему россия напала на украину почему россия вопрос конечно немного не по окладу блин ну ну мне ли интересует личное мнение потому что фраза когда говорят я политика не интересуюсь я в ней не разбираюсь политикой должны заниматься политологи да а сексом должны заниматься сексологи по логике тогда поэтому мне просто интересно интересно личное мнение вот именно обычного россиянина ну понятно ну я так думаю что мое мнение вам не очень понравится знаете я уже очень много общаюсь поэтому я думаю что вряд ли вы меня сильно удивить ну я тоже так думаю поэтому мне интересно вы говорите не сильно обрадуюсь я же общаюсь не для того чтобы радоваться их хочу понять сколько вас людей которые поддерживают как они объясняют это сколько не поддерживает как они объясняют это вот это мне интересно знаете глядя на вас я вижу вы человек такой интересный и вдумчивый довольно ну не скажу что супер умный но и дураком себя вроде как не считаю как говорится самое справедливое на свете распределен никто не жалуется на его недостаток ну так вот как вы думаете почему россия напала на украину ну скажем так это историческая неизбежность расшифруйте это уже интересно ну скажем так что война запада с россией за ресурсы была неизбежна это по-любому блин но то что украина стала на сторону запада но это конечно моветон скажем так хорошо можно тогда вопросик такой война россии с западом за ресурсы была неизбежна а зачем вот мне кому нужны были ресурсы российские ресурсы западу или западные ресурсы россии конечно российские ресурсы запада а зачем ну вот смотрите я вам просто приведу пример для того чтобы американец добывал в где-то у вас там на крайнем севере нефть газ ему надо платить ну как минимум тысяч 10 долларов если же ваши добывают ну ну пускай там две тысячи долларов ему платят не проще ли просто покупать чем захватывать платить своим людям которые будут намного дороже обходиться уже это тяжелые условия чем просто взять и купить так в том-то и дело что в 90-х годах практически ничего не покупали а брали ну задаром ну например посмотрите сахалин 2 такой проект был бы когда там просто блин в нагну все забирали когда уже после 2007 года начали какой-то порядок наводить ну и началась это 2008 до началась например грузия хотя бы зачем вы напали на грузию а когда я спрашиваю украинцев например а зачем обстреляли это самое миротворцев они говорят так это же сами русские пьяно пились блин и хера через танков блин по своим смотрите да давайте я я мы сейчас разговариваем все таки отношения моей стороны и вашей стороны ну да да не грузию берем не грузию берем вот украина россия смотрите по поводу того что украина стала на сторону запада вот как то вот получается смотрите 2003 год российская федерация пытается захватить остров тузла делая там дамбу к ней что это было коса и все остальное недоброжелательное скажем так поступки по отношению к соседней стране недоброжелательно в четырнадцатом году 70 процентов населения украины к россии относятся положительно к нато подавляющее большинство относится отрицательно кстати вы в то время очень дружили с сша и у вас было даже программа в которой вы участвовали это партнерство ради мира совместные учения у вас в двенадцатом году была база нато в ульяновске транспортная логистическая ну когда ну да когда когда они там да им предоставили под урости блин когда не ну то есть смотрите получается вот я не вижу агрессивной агрессивности со стороны запада и со стороны украины я вижу агрессивность со стороны россии потому что в четырнадцатом году в феврале месяце как минимум в ночь 26 на 27 февраля ваш спецназ захват вот здание верховного совета крыма срывает украинский флаг а пишет российский ну то есть получается вот я не вижу агрессивных действий которые подождите а поездов дружбы вы не видели я вам скажу так на эти поезда дружбы которые были пустыми и которые нет ни одного подтверждающего факта что там были люди нету поэтому автобус крымчанами там расхерачили тоже такого не было еще скажите что их там кого-то убили а то есть никого не убили ну никого 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 не убили меня меня там не было я не могу подтвердить это документально своими глазами то что вот говорили я только с чужих слов вас наверно тоже там не было смотрите вопрос не в вас тоже там меня не было вопрос заключается в том что тогда давайте этот вопрос закроем то есть не вы не я не видели я вам приведу пример да закрываем этот вопрос но я вам пример привести могу смотрите во время захвата крыма российскими военными погибло два человека военных и больше 15 крымских татар пропала без вести вот я могу сказать что я сходу могу назвать даже одной из фамилий это к курина то есть вы можете проверить а вот только сколько мне россияны не россияне не пытались рассказывать по поводу от этого крымского автобуса я говорю скажите мне хоть хоть одну фамилию вот скажите мне пожалуйста я я хочу проверить это я не могу найти очень сложно найти то что того что нет понимаете да ну хорошо я по гуглю знаю ладно все я этим вопросом конкретно не занимался ну вот смотрите вопрос заключается в том что даже если там вот побили кого-то в но это все наши внутренние дела это должна разбираться наша украинская милиция ну тогда это милиция была сейчас эта полиция подождите ну давайте я разобралась нет давайте я закончу за за девять лет разобралась я не знаю я не интересовался этим вопросом вот видите вы не интересовались вы не знаете ну я же говорю я не знаю я не интересовался этим вопросом то есть что вам интересно вы интересуетесь да фамилию знаете кому в крыма убили а здесь вы не интересуетесь потому что вам это не интересно смотрите я интересовался по одной простой причине мне было интересно я спрашивал скажите мне хоть одну фамилию кого там убили я вот сколько искал эту фамилию, я никого не нашел. Ни одного человека не было идентифицировано, что его убили. Вы что, не интересовались? Нет, я не интересовался дальше процессом, потому что у нас на тот момент слишком много событий происходило, чтобы вот какой-то определенный момент я должен был проверить. Но когда мне россияне об этом говорили, я начал искать. Я не нашел ни одной фамилии, которая говорилась о том, что этого человека убили. Хорошо, ладно. А вот вы на Майдане-то были вообще, нет? Да, бывал. Ну и как там? Во время, когда там все это противостояние было? Во время столкновений уже меня не было. Не было, да? Не было. Ну а как вы вообще к этому Майдану относитесь-то? Ну, Майдан изначально вышел для того, чтобы показать нашему президенту, который обещал, что он подпишет Евросоциацию еще на выборах, обещал это, и отказался. Майдан вышел сказать, что ну, ты не прав, ты же обещал. Вот и все. Когда начался силовой разгон Майдана, и люди начали сопротивляться, это уже другой вариант. А что не разогнали бы? Ну, не смогли. Слишком много оказалось людей. Не хотели, я думаю. Да нет, просто разогнать больше миллиона человек очень сложно. Ну, там миллиона, конечно, я думаю, не было бы. Ну, это ж не наши данные, это данные других. Я так понимаю, блин, просто Беркуту не дали, блин, это, Беркуту не дали просто на это разрешение разогнать, иначе бы разогнали. Беркуту давали разрешение, Беркут стрелял, во-первых, травматическими резиновыми пулями, которые с повышенной мощностью, которые приехали из России. Два самолета. А как вы думаете, если бы разогнали Майдан, было бы лучше или нет? Нет. Ну, то есть, то, что сейчас вы говорите, это нормально, да? Мы бы стали тоталитарным государством. А, вот так, да. Полностью подчиненным вам. А для нас лучше бороться за свою свободу, чем сидеть и, как бы это сказать помягче, язычки в полу. А сейчас вы свободные, да? Да, украинцы свободные. Ну, сейчас бы интересно, как бы сейчас ушла война, если бы вам свободный, блин, Америка там и Запад оружие не поставлял. Я вам открою страшную тайну. Больше трех месяцев Украина защищалась только тем оружием, которое у нее было. Ну, да, которое на 14-го года ей поставляли. С какого 14-го года ей поставляли? Скажите мне... Ну, извините, когда Меркель и когда... Какое вооружение нам поставляли с 14-го года? Послушайте, когда даже Меркель, блин, и ваш Порошенко говорили, нам нужны были эти минские договоренности только для того, чтобы, блин, для того, чтобы нормально укрепить армию. Вот, видите. А укрепить армию это не поставлять оружие, да? Нет, это реорганизовать армию. У нас тогда на момент вашего вторжения в 14-м году у нас реально по оценкам военных экспертов, не меня, от 5,5 до 10 тысяч человек, которые реально были боеспособны. Все остальное было абсолютно не боеспособно. А, слушайте, знаете, у меня всегда вопрос такой интересный. Подождите, вы сказали по поводу нам поставляли вооружение. Какое? Вот вы мне скажите. Я могу сказать только нам поставили немножко Энлавов и немножко этих Дживелинов. Дживелинов, да, немножко Байрактаров, всего немножко поставляли. Подождите, Байрактары нам не поставляли, Байрактары Украина покупала. Ну, какая разница, просто покупала или не покупала, поставляли. А по поводу Энлавов и Дживелинов, так они у нас лежали на складах опечатанные, потому что лежали, да? Лежали. Это оружие защиты, это не нападение оружия. Ну, хорошо. И их не так много было, и нам было запрещено пользоваться, нашим военным было запрещено им пользоваться. Только в случае, если будет полномасштабное вторжение Российской Федерации, тогда их разрешалось использовать. Хорошо. А можно спросить? Вот сейчас, ну, хотите же, чтобы вам еще самолет поставляли, правильно? Да, уже будут поставлять, уже договорились. Будут поставлять, хорошо. Ну, скажем так, начиная там, что сначала дживелины говорили, там будут на западной Украине, не будет применяться. Ладно, применяли. Это не помогло. Их начали применять только после полномасштабного вашего вторжения. Не-не-не, я не про то. Дживелины не помогли, поэроктары не помогли, потом, блин, что у нас там? Подожди, а почему не помогли? Три месяца вас сдерживали. ну, все равно, блин, как бы сказать, оттуда... Из семи областей вас выгнали. Вы мне рассказываете, что мы съембывались. Из семи областей вас выгнали. Ну, да. Вы реально контролируете не полностью четыре области? Не полностью? Ну, пока что. Ну, вы вначале большую часть захватили, а потом вас начали выгонять и выгнали. Да нет, сами ушли. Вот как мне нравится, сами ушли. Из Харьковской области сами ушли, оставив большое количество пленных, большое количество БК и большое количество тяжелой техники. Ну, там, как наши говорят, чтобы там воевать, надо было наших еще найти там на такой территории, там народу бы мало было. Ну, ладно. Я бы не сказал, что там народу мало было. Ой, как мне нравится, когда россияне рассказывают о том, что вы отошли, жесты доброй воли, перегруппировки. Я же не принижаю, блин, достоинства ваших. Не-не-не, я же, я просто, мне просто интересно. Все говорят, что вы хорошо воюете. Вас научили воевать, хорошо воюете. Мне просто интересно вот это вот жесты доброй воли, когда у вас они происходят только тогда, когда понимаешь, что еще чуть-чуть и все, и будет полнейшая жопа. Извините за мой такой французский язык. Ну, понятно. меня вот знаете, чисто вот такой вопрос, а как вы к китайцам относитесь? Как к китайцам, спокойно. Ну, страна большая, да, развивается. И что? Ну, развивается. Я, я вам открою страшную тайну, я спокойно отношусь к основной массе стран. не как-то. Знаете, к чему, знаете, к чему я подвожу? А помните такой 88-й год и площадь Тинэймэйс? Помню. Танками задавили студенты. Не так, был свой Майдан, блин, вывели танки и расхерачили, блядь, там сотни студентов. Да? И что? И после этого Китай стал развиваться. Китай бы не из-за этого стал развиваться. Ну, ладно, ладно, но скажем так, если бы там, например, победили, блин, это самое, студенты, то я думаю, там бы зашли американцы, не хрен знает, что было бы. Если бы зашли бы американцы, вот я, давайте тогда проведем параллели, да, туда, куда заходил Советский Союз и куда китайцы, эти американцы заходили. Две Кореи, северная и южная. Вот где бы вы хотели жить, в северной или в южной? Я в северной. Вы в северной? Ну, хорошо, вы очень любите травку кушать, да? А вы знаете, блин, ну, в смысле, статистику самоубийств в северной и южной Корее? При чем здесь это? Или в Японии то же самое. При чем здесь это? Когда человек может думать только о жратве, это состояние животного. Вы, я смотрю, большой этот, совкофил, да? Любитель Советского Союза и все остальное. Да, не то слово, конечно. Я понял. приложение к имперству, я понял. Да, я имперец, да. А вот скажите мне, вот мне как раз, я почему так и сказал, мне интересно всегда, как имперство, любовь к Российской империи, скажем так, совпадает с любовью к Советскому Союзу. Это ж одно государство уничтожило другое государство. Вы, наверное, плохо историю знаете? Я неплохо знаю историю. Не скажу, что прям идеально, но неплохо. Я не историк по образованию. Ну, я тоже не историк. Поэтому, вот мне интересно, когда была февральская революция, Российская империя становилась демократическим государством, да. А кто сделал февральскую революцию? Кто февральскую революцию делал? Придворное, дворянство, насколько я помню. Да вы что, шутите что ли? Вы просто не знаете смысл февральской революции. Смысл февральской революции они хотели сделать купечество, элита, я же сказал, элита, дворянство. Да нет, я вам сейчас расскажу. Не купечество, скажем так, уже больше. Я вам открою глаза, если вы не знаете. До революции, например, российское общество было очень разделено на классы. Потому что это было позднефеодальное. было христианство, было христианство, да, ну, скажем так, было христианство, было, например, духовенство. И я вам скажу, что, например, если папа звали там крестить куда-то, ну, в купеческий, вот так, в будущий дом, или, например, ну, отпевать, то его никогда не сажали за стол, например, даже на свадьбе. Он сделал, да, он там покрестил, он там, блин, обвенчал. Причем здесь это, я вам спрашиваю. Нет, нет, я просто, я вас подвожу к тому, очень далеко подводите. Почему произошла революция февральская, я вас спрашиваю. Вопрос не февральской революции, вопрос, февральская революция, она, мы только, скажем так, отмечаем этот факт по одной простой причине, потому что, фактически, после февральской революции был еще октябрьский переворот. И большевики расстреляли царскую семью. Сейчас я вам приведу один пример. И уничтожили, как таковую Российскую империю. Брат Николая Второго, Константин, отказался, ну подождите, он говорил, я ненавижу большевиков за то, что они расстреляли царскую семью, и сделали эту революцию. Но я им благодарен за то, что они сумели сохранить Российскую империю. Потому что, вы что, не помните, что было, например, в 18-19 году? Но у вас там была гражданская война. На Дальнем Востоке были японцы с американцами, на Севере были англичаны с американцами, в Одессе были румыны, были французы. Вы немножко пытаетесь манипулировать. что растащили. Нет, нет, нет. К тому моменту Украина была уже независимым государством. Ну да, только под немцами она была. Немцы нашими союзниками были. Да, в Украине. Немцы были союзниками. И поляки были, да. И поляки. Ну да, немцы были вашими союзниками, поляки были вашими союзниками. Я смотрю, вы очень, очень хорошо знаете свою историю, но только перекрученную, как преподавалось только в Советском Союзе. А вот почитать дальше, вы мне еще расскажите, что Украину создал Ленин, я вообще-то там был. Сосмех. Я вам скажу больше и Польшу, и Финляндию Ленин создал. Ну что же вам сказать, ну это уже дичь. Но вы посмотрите, вы посмотрите на карту, например, до 17-го года, например, Финляндии. Что там было в Финляндии, что в церкви это финляндская, да? Или как там было, Герцог? Была в составе Российской империи или не была? Российская империя сдохла. На ее развалинах образовались разные государства. Советская Россия признала Украинскую Народную Республику. И хотя она и признала ее, она постоянно на нее нападала. И не Ленин создал там Польшу, как вы там пытаетесь. и Украину? Ленин Польшу не создавал. Ну вы же только что об этом говорили. Ну просто, блин, а во-первых, большую часть Польши, блин, еще и Сталин к ним. Вот сейчас я в Калининграде, да, это была все-таки немецкая территория. Это Пруссия была, насколько я помню. Да, да. И отдали, и Литве отдали, и Польше отдали. Только вот самое интересное, получается, мы ускочили туда, ускочили туда, в Российскую империю, хотя я начинал разговаривать об отношениях стран моей собеседника, то есть вашей Российской Федерации, моей Украины, которые уже не имеют никакого отношения ни к Российской империи, ни к Советскому Союзу. Я понял. Ну что ж, имперца могу только с великим удовольствием послать нахер. Вы знаете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!